Я самозванка, обманщица, и никакого права преподавать я не имею. Я только притворяюсь учителем, но на самом деле у меня очень мало опыта. Все это лишь игра, и у меня даже диплома нет. И вообще, как я могу брать с людей деньги за занятия, готовить их к собеседованиям, международным экзаменам, форумам, к ЕГЭ? Да как мне не стыдно брать группы уровня С1 и работать с ними, когда у меня даже сертификата CELTA нет, то разве я вообще имею право вести влог для других учителей? Я не достойна звания учитель. Hello, fellow teachers, it's Nastya и моя рубрика Handy Hacks. И сегодня я хочу поговорить с вами на очень серьезную тему, наше душевное состояние. Let's talk about it. И для начала я поделюсь с вами своей историей, как я пришла к преподаванию и какой путь от самобичевания до принятия я прошла, чтобы заниматься любимым делом. Также я расскажу вам про упражнения, которые мне помогают справиться с неуверенностью в себе, сомнениями и стрессом. Я с детства мечтала стать учителем, и в 11 классе я начала репетиторскую деятельность. И уже с нетерпением ждала, когда же я поступлю в институт и найду настоящую работу. Я буду приходить в реальный класс с доской, у меня будут ученики. В общем, на первом курсе института я отправила резюме в один центр доп. образования. И в графе курс указала второй. Наврала, потому что с первого курса они никого не брали. Мне было 18 лет, и на самом собеседовании я как-то обошла эту тему. Меня взяли, обучили. Но вот это понимание того, что я обманула, оно оставалось со мной в течение всего времени, пока я там работала. Это был год. Несмотря на то, что я всегда усердно готовилась к занятиям, я всегда нервничала перед началом. И в общении с коллегами я ощущала большой дискомфорт. Потом, через год, я поехала по Гранту в Англию. И перед поездкой я подумала, ну вот сейчас я вернусь, буду суперуверенной в себе учительницей, не буду себя сравнивать больше ни с кем, у меня будет суперанглийский, и вообще все пойдет как по маслу. Но не пошло. Сомнения в себе все равно остались. Но с тех пор я решила говорить с работодателями о возрасте открыто. Мне сейчас 21 год, и я заканчиваю Московский педагогический университет. Как вы понимаете, долгое время камнем преткновения был мой возраст. Я до сих пор своим ученикам не говорю, сколько мне лет, чтобы избежать сомнений в моей экспертности. Как я сама отделяю понятие возраста от профессионализма? Надо прежде всего понять, что человек к вам приходит за знаниями, которых нет у него, но есть у вас. И ваша задача эти знания ему передать. Все остальное значения не имеет. Отслеживайте прогресс по объективным критериям. Какие навыки ваш ученик приобрел? Сколько слов он выучил? Какие звуки вы с ним поставили и отработали? Фокус всегда на результат. Если он есть, значит, ваша задача выполнена. Вы можете себя похвалить и усовершенствовать дальше свою технику преподавания. В психологии есть такой термин «синдром самозванца». Это когда человек не может объективно отнестись к своим достижениям и ощущает себя некомпетентным обманщиком. И у него есть ощущение, как будто бы его вот-вот раскроют. А вот это провал. Это крах. Кстати говоря, даже сам Альберт Эйнштейн от этого страдал. И среди начинающих преподавателей, моих друзей, одногруппников, такое тоже встречается. Когда я работала с детьми, мне казалось, что если я где-нибудь ошибусь, они меня раскусят, расскажут своим родителям, те напишут жалобу моему начальству, меня уволят со скандалом. Я безумно нервничала перед занятиями, старалась, чтобы все прошло идеально. Но здесь важно понимать, идеально провести занятие нельзя. И это нормально. Что-то может пойти не так. Может быть, ученики не выполнили домашку, или на объяснение темы ушло чуть больше времени, чем планировалось. К этому нужно быть готовым и принимать это как естественный ход событий. Отчаиваться не надо, это все вне нашего контроля. Главное иметь план занятия и четко осознавать цели и задачи урока. Сидеть и скрупулезно доводить до совершенства сценарий урока, это просто пустая трата сил и времени. Перед началом работы со взрослыми я тоже сомневалась. Вдруг они меня сразу разоблачат, поймут, что я вообще еще соплячка, которая самой еще поучиться бы не помешала. Чтобы это преодолеть, я задавала себе вопросы. Например, что в моих уроках мне бы понравилось больше всего, если бы я была своим учеником. И еще нужно осознать, что если человек к вам приходит на занятия снова, значит это его выбор и вы ему понравились. Но бывает, к сожалению, такое, что ученики уходят. Причина банальна. Просто теряется мотивация. И это не моя вина. Первые два месяца, если это новички, английский для них это такой необычный, я бы даже сказала, экзотический опыт. Короче, life gets on the way. Поэтому не нужно винить себя в том, что вы плохой учитель, не смогли их замотивировать. Поблагодарите этот опыт и подумайте, чему вы научились с этим студентом. Возможно, вы освоили навык бизнес-переписки или изучили новую методику. Многие мои сомнения ушли, когда я перестала обесценивать свой опыт и сравнивать себя с другими учителями. Если вам кажется, что кто-то преподает лучше вас, не нужно думать в негативном ключе о своей практике. На это существует обмен опытом. Вы перенимаете какие-то знания о методике у этого преподавателя и усовершенствуете свое преподавание. Единственное, с кем вы можете себя сравнить, это вы в прошлом и вы в настоящем. Это такая цитатка из паблика ВКонтакте. Но на самом деле она очень работает в преподавательской практике, потому что так мы растем и мы не испытываем вот этот стресс и самоубивание в некотором смысле насчет того, что вот, я не такой хороший учитель, а он хороший, все должны ходить к нему, а не ко мне. Я еще пока не достоин, я еще не дорос. Нет, вы доросли и вы продолжаете расти. Это круто. Cool story time. Я провожу разговорные клубы и туда часто приходят разные люди, то есть нет единого сформированного состава. И вот однажды я прихожу в компанию, с которой работаю уже несколько месяцев, а там сидят шесть незнакомых мне людей. Кто все эти люди? Все-таки взрослые, занятые люди, и раз уж они пришли, то хотят, чтобы было хорошо. И тут я говорю I'm so excited, but anxious, but excited. И одна гостья сказала И ведь действительно, ваши ученики приходят к вам не для того, чтобы вас оценить. Они, между прочим, тоже волнуются. Вот бывает, человек кажется жутко недовольным, сидит с таким надменным лицом и как будто бы говорит Ну давай, покажи мне, на что ты способна. А в конце этот же человек подойдет к вам и поблагодарит за замечательный урок. А на самом деле он просто волновался и пытался побороть языковой барьер. Подводя итоги, хочу сказать, что часто наше беспокойство беспочвенно. Не отчаивайтесь, радуйте себя, будьте открыты к новому опыту и не позволяйте негативу влиять на ваши занятия и ваше мнение о себе. Я буду очень благодарна, если вы поделитесь в комментариях своими историями и тем, как вы справлялись со сложными ситуациями. На этом не все, ставьте лайк под моим видео, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч! Stay tuned! Bye!